Насколько мне стало известно, за вот эти дни нахождения здесь, в Донецке, более 20 дней, значит, ребят погибшие лежали на открытом поле, и украинские военные обстреливали постоянно, не давая собирать эти дела. И вот, наконец, все-таки удалось, да, спустя столько дней забрать. Расскажи, пожалуйста, кто это были? Ну, получилось так, что была одна операция, успешно мы ее выполнили, и на второй день, когда должны были укрепить позиции, почему-то кроме наших ребят там никого не осталось. Мы все пошли праздновать или еще что-то, но не знаю, сейчас не хочу никого осуждать или оправдывать. Получилось так, что наших ребят оказалось в меньшинстве, и был контрпрорыв, и бойцы там, у нас 6 человек погибло. Мы такие потери никогда не скрываем, это наши братья, они погибли. Ну, украинская сторона решила, думая, что отломают нам дух, выложили их фотографии в сети, и разбросали их по минному полю между 4-мя укрепрайонами. Но теперь этих укрепрайонов нету, и дела забраны. Только 14 человек пленными, живыми были взяты. Нашим подразделениям шестеро, и соседним подразделениям еще 8 человек было забрано. Не говорим за тех, кто отправился к бендерину докладу. Мы никогда не забываем, что они делают, как они делают, и никогда мы не прощаем. Поэтому укрепрайоны были зачищены, наши тела были забраны. И такие нотки в нашей истории тоже есть. И это не в первый раз, потому что у нас был дэнчик бедный. В аэропорту мы не могли бы полгода тела его забрать. И мы полгода туда не снимались. Поэтому, я думаю, наш противник должен одну истину запомнить, что лучше ему принести нам тело нашего бойца отдать, чем он будет нас там привязанными держать. Ему, как говорится, будет более печально. И это и в аэропорту мы доказывали, и здесь докажем, что мы всегда будем кусаться до последнего. Но заберем то, что принадлежит нам, и никогда не оставим своих. Поэтому наши ребята были забраны с полю, с заминированного поля. Хотя даже напоследок они поднимали биспилотники и стреляли туда градами, чтобы мы не могли их забрать. Но отдельная благодарность саперам, которые к нам подходы туда разминировали. И нашим землякам, и местным ребятам, которые взяли, потому что спустя 20 дней подойти к телу, когда лежат 20-летние, 30-летние ребята, не каждый сможет ни морально, ни психически. Но благо, что наши бойцы закаленные. Субтитры сделал DimaTorzok